А главные события города-региона в программе Котловского объединения телевещания. В студии Александр Завин. Здравствуйте. Сегодня на котельной номер 4 начались работы по замене дымоходной трубы. Плановый ремонт в плане коммунальщиков по подготовке отопительных систем к осенне-зимнему периоду. Объект важный. Эта котельная обслуживает 13 многоквартирных домов и два социальных объекта – среднюю школу и поликлинику РЖД. За 24 года старая дымоходная труба котельной номер 4 практически превратилась в труху. Этим летом эксперты признали ее стопроцентный износ. Найти подрядчика и оборудование для замены оказалось нелегко. Например, кран пришлось арендовать у Коряжемского ЦБК. Сегодня мы начали работы по ремонту ствола дымовой трубы на котельной номер 4. Данные работы продлятся ориентировочно. Три дня мы постараемся сделать побыстрее и как меньше проблем создать населению. Все те дни, когда отопление будет отсутствовать, мы сделаем перерасчет. Будем сделать перерасчет и по горячеволе, и по отоплению. Стоимость работы по замене дымоходной трубы около 2 миллионов рублей. По мнению специалистов, новое оборудование прослужит от 20 до 30 лет. Сегодня в Котласе дан старт муниципальному конкурсу профмастерства «Учитель года 2017». Он проводится с целью повышения престижа профессии педагогов и обобщению передового опыта котлашан, работающих в данной сфере. За победу в конкурсе будут бороться около трех десятков работников школы и детских садов Котласа. Они поделятся своим опытом и наработками в четырех номинациях. Испытания по двум из них «Учитель года» и «Воспитать человека» пройдут на базе второй школы в течение этой недели. Это открытые мероприятия, открытые уроки, занятия, мастер-класс, защита образовательного проекта, презентация своего передового педагогического опыта. 16 по 20 октября конкурсантов ждут еще две номинации «Педагогический дебют» и «Воспитатель года». Для оценки участников комиссия будет работать на базе школы номер 18 и детского сада номер 12 «Теремок». Школьники Верхнетоймского района стали победителями регионального творческого конкурса проекта в сфере государственной молодежной политики. Их пластилиновый мультфильм «Чудеса Архангельской области» посвящен 80-летию Поморья. Моя Архангельская область. Я здесь расту, учусь, живу, горжусь родиной любимой и никогда не подведу. Четырехминутный ролик своего рода видеопрезентации о родном крае и его главных достопримечательностях. В список чудес Архангельской области авторы мультфильма включили Соловки, Киевостров, Малые Карелы, Карго, Полярхангель, Северодвинск, Плесецкий, Холмогоры. С большой любовью упомянули юные патриоты о своей малой родине, в Верхнетоймском районе и селе Афанасьевск. Мое село в районе знает. Здесь тоже красота кругом. И сосны есть тут великаны. Гостевой зовет всех дома. Пластилиновый мультфильм – плод совместного труда учеников Афанасьевской средней школы. Весь творческий процесс от создания эскизов до финального монтажа и озвучки проходил на базе школьной студии «Медиафантазия» под руководством педагогов Марины Соколенко и Алены Губиной. Творческая команда пресс-центра освещает все заметные события в школе, селе и районе. Причем оборудование для съемок ребята выиграли сами, благодаря участию в проектах в сфере образования. У нас каждый работает в разных сферах. Я фотограф, я оператор, я беру интервью иногда. У нас есть штатив, у нас есть камеры, и мы также участвуем в различных проектах, чтобы получить какую-то новую технику. Студия «Медиафантазия» открылась в Афанасьевской средней школе всего год назад и уже заметно пополнила видеоархив местных краеведов. В плане юных журналистов и рассказ об авторах и создателях пластилиновых чудес Архангельской области. К другим темам. Вдову нашего земляка, писателя Федора Абрамова, Людмилу Крутикову Абрамову похоронили рядом с мужем на Абрамовском угоре в деревне Веркале. Проститься с Людмилой Владимировной на Апинижье приехали очень многие. Людмила Крутикова Абрамова ушла из жизни на 98-м году. Своего известного мужа она пережила на 34 года и, как обещала ему, все это время жила за двоих. Заканчивала работы Федора Абрамова, разбирала архивы. Благодаря ее стараниям в свет вышли повесть о следователе контрразведки «Кто он» и роман «Чистая книга». Абрамов оставил их в виде набросков. Сильная, образованная Людмила Владимировна была кандидатом филологических наук и очень нравственная. Такой запомнили ее друзья и родные. Тетя Люся, когда приезжала в Веркалу, она всегда, когда здоровье позволяло до 2010 года, она всегда приходила к нам. У нас с ней были разговоры, она со мной постоянно советовалась. И сама, понимаете, была такая, как быть, открытая, свободная. Разговор шел долго. Веркалу она полюбила не сразу. Первые поездки с мужем были мучением. Но потом Пинижье стало для Людмилы Владимировны вторым домом. За любимую Веркалу она болела душой. Именно она создала здесь музей Федора Абрамова. Восстановила монастырь Артемия Веркальского. И мечтала сделать Пинижский район новым золотым кольцом России. Ну и самая главная ее заслуга, то, что за рекой находится Веркальский монастырь. Именно благодаря ее настойчивости он именно начал возрождаться. И вот сейчас там проводятся службы. И сейчас наши батюшки как бы окормляют нашу Пинижскую землю. Малюша. Так называл ее муж. Эту хрупкую женщину, на чью долю выпало столько испытаний. Побывать в оккупации, потерять маленького сына, посвятить всю себя мужу, чтобы дать ему возможность творить. Она всегда говорила, что одной жизни слишком мало, чтобы научиться жить по совести. Но Людмила Владимировна всегда жила именно так. Человек очень такой, всегда боролась за правду, всегда отстаивала. Это можно и проследить из ее биографии, что не боялась, как и Федора Александровича, сказать правду. Может быть, в каких-то там случаях она была гораздо, вот, поступала решительнее, смелее. Ну, и человек чувствуется, что такой сильный. Сила духа в ней, вот это чувствуется. И, конечно, вот эта вера в Бога ей помогала очень. Проститься с давним и добрым другом Веркалу приехали представители Малого драматического театра из Санкт-Петербурга, Пенежского землячества из Архангельска, сотрудники библиотек имени Добролюбова и Коковина, Краеведческого музея, областного отделения Союза писателей России. Из Москвы прибыл писатель Олег Трушин. Похоронили Людмилу Абрамову-Крутикову в Веркале на Абрамовском угоре рядом с мужем, как она всегда и хотела. Продолжаем. В Архангельской области составили портрет пенсионера. Выплаты получают более 413 тысяч пожилых людей, большинство – женщины. Средний возраст пенсионера-получателя страховой пенсии в регионе составляет 63 года у мужчин и 64 года у женщин. Более 98 тысяч пенсионеров в Архангельской области продолжают работать. Из них женщин 66%, мужчин – 34. В Архангельской области проживает 36 тысяч пенсионеров старше 80 лет, а 23 жителя по морю перешагнули вековой порог. Самые пожилые получатели пенсии – мужчина в возрасте 105 лет, живет в Приморском районе, и женщина также в возрасте 105 лет в Северодвинске. На прошлой неделе завершилось путешествие по Архангельской области спецпоезда политической партии ЛДПР. Во время следования состава по югу региона было сделано множество остановок, в том числе и в Котласе. Будьте внимательны и осторожны. Активационный поезд ЛДПР пребывает на второй сне. На станции Котлас южный состав ЛДПР встречали более 100 человек. Как только партийцы вышли из вагонов, люди окружили их плотной стеной. У Сергея Хуманина проблема семейная. Его дочь с трехлетним ребенком выселяют из дома. Пришел такой приказ, что будут расселения и уничтожения этого дома. Дом в хорошем состоянии, деревянный, отопление, газ, водопровод, канализация – все есть, центр города. Не знаем, к кому обратиться. Вот единственная просьба Владимиру Вольфовичу, вот обращаемся от ЛДПР, чтобы с тем успехом, чтобы помог двинуть эту проблему с места. Для того, чтобы его боль дошла до лидера партии, Сергей изложил все в письменном заявлении. Спецпоезд ЛДПР – это уникальная форма политической работы в России. Передать обращение к высшему эшелону власти может любой житель самого удаленного от центра населенного пункта. Наш спецпоезд ЛДПР в этом году третий. В общей сложности он будет находиться в рабочей поездке 25 рабочих дней, преодолеет расстояние 16,5 тысяч километров, посетит 17 субъектов Российской Федерации, где будет организовано более 280 вот таких рабочих встреч депутатского корпуса фракции ЛДПР с жителями, кто придет на встречу нашего спецпоезда. Традиционно на перроне раздавали и подарки с символикой ЛДПР. Футболки, кепки, музыкальные диски, чай и тетради. Путешествие спецпоезда по Архангельской области завершилось в поселке Ерцево Конышского района. А теперь к происшествиям. Накануне в Коряжме произошел дерзкий угон скорой помощи. Лихач попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. При установлении личности выяснилось, что 25-летний угонщик – уроженец Республики Беларусь, проживающий в Коряжме по временной регистрации. На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Задержанного передали следственно-оперативной группе. 52 аварии за 7 дней. На дорогах Котласа и Котласского района растет число ДТП. 2 октября пострадали двое велосипедистов. Одному из них 32 года, другому 14. Подросток получил травмы по своей вине. Не слез велосипеда, когда решил пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Самым травмоопасным днем начало октября стало 5-е число. Сразу три ДТП с пострадавшими. На улице Толстого под колесами Аки оказалась 9-летняя девочка, которая перебегала дорогу не по зебре. У нее ушиб запястье. Куда серьезнее закончились еще две аварии. На улице Кузнецова рядом с Адмиралом водитель ВАЗ-2106 не смог увернуться от удара с Тойота РАВ-4. Шестерку перевернула и выбросила на обочину. 23-летний пассажир авто был госпитализирован со скальпированной раной. Этим же вечером на Болтинском шоссе не смогли разъехаться Вольво и мотоцикл Читума. В результате столкновения травмы получил и водитель, и пассажир двухколесного транспортного средства. Последний доставлен в травматологию городской больницы. 7 октября на улице Невского Митсубиши Ланцер совершил наезд на 75-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Ушибы и артериальная гипертония пешехода стали расплатой за нарушение ПДД. С 9 октября на всей территории Архангельской области будет ограничено движение большегрузного транспорта по региональным дорогам общего пользования. Речь идет о машинах, осевая нагрузка которых составляет 3,5 тонны на ось. Это плановая мера, которая предотвратит порчу дорожного покрытия в период распутицы. Ограничения не будут распространяться на международные перевозки, на пассажирские перевозки, перевозку продуктов питания, лекарств, почтовых грузов. Также они не будут распространяться на транспортные средства аварийных служб. В отличие от весенних ограничений, осенние будут введены одновременно на территории южных и северных районов региона. Дети и внуки поздравляют Галину Павловну Лайкову с днем рождения. Дорогая, милая мама и бабушка, спасибо тебе за заботу, нежность и внимание к нам. Пусть здоровье, радость и красота сопровождают тебя долгие годы, а мы, дети и внуки, будем дарить только положительные эмоции. Пусть твой дом всегда будет источником тепла и уюта для нас. От всего сердца желаем быть всегда счастливой, не знающей усталости, проблем и печали. Мы тебя любим! На сегодня все. Далее блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите нас каждый будний день на каналах РЕН-ТВ и ПС, а также в сети Ростелеком и в нашей группе ВКонтакте. Мы всегда рады вам в нашей редакции на Ленина 60. Оставайтесь вместе с нами, будьте в курсе событий. Увидимся! Закружимся в танцы, расскажем о мире, споем про дружбу, смастерим своими руками. Телекомпания «Космос» приглашает детей и взрослых в телепроект «Талантливый Котлас». Ждем индивидуальные, коллективные, групповые, творческие номера и поделки из природного материала к Дню народного единства. Загружайте видео и фото в группу ВКонтакте или звоните нам. Мы снимем сами призы от спонсоров проекта. Сенсация! Компания «Шикарные двери» представляет. Глобальные скидки до 40%. «Шикарные двери»! ТЦ Южный, ТЦ Рубин, Фрунзе 11, а также в Коряжме на Депцина 2. «Шикарные двери» открывайте с любовью. Стройбаза «Элеватор» на Кирово 14А предлагает все для стройки от соколя до кровли в наличии и под заказ. В розницу по оптовым ценам цемент, облицовка, кровля, краски, утеплители известных марок и многое другое. «Элеватор» на Кирово 14А. Низкие цены всегда! 1 октября состоялось грандиозное открытие фирменного отдела «Филео». Все, что необходимо современной женщине, чтобы идти в ногу со временем. Вы найдете на втором этаже торгового центра «Фрегат». Отдел «Филео». Пенза «Город мебели». Наш отдел работает напрямую с 15 фабриками. Индивидуальные и стандартные модели. Набор модульных систем. Столы, стулья на прочном металлокаркасе. Большой выбор материалов от надежных производителей. Замер, дизайн-проект в короткие сроки. Доставка по городу бесплатна. Ждем вас на Ленина 65А. Рассказать о своих товарах и услугах, сэкономить рекламный бюджет, получить красивый ролик – это к нам. Приходите в телекомпанию «Космос» на Ленина 60. Здравствуйте! С вами Лена Милаева. Я расскажу вам погоду на завтра, 10 октября. Спонсор нашего выпуска – магазин «Максидом», который предлагает новую бесплатную услугу. Увидеть проект-дизайн вашей ванной комнаты в очках 3D-реальности. Как будет выглядеть ванная комната после ремонта? Посмотри уже сейчас! Новый уровень проектирования интерьера в «Максидоме». Совершенно бесплатно! Теперь вы сможете не только создать уникальный дизайн, но и увидеть его в шлеме 3D-реальности. Подготовка проекта в течение 10 минут. Раскладка текстур в реальном времени. Мгновенные изменения и обновления дизайна по вашему желанию. Интерьер с любой плиткой и даже из других магазинов. В «Максидоме» все с умом! В первой половине недели дневная температура будет выше 10 градусов. Дожди небольшие и кратковременные. А вот во второй части нас ждет типичная хмурая осенняя погода. Завтра в городе будет ясная погода. Осадки маловероятны. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ночные часы 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Удачной недели! Увидимся на каналах РЕН-ТВ и на нашем новом канале «Регион-29», который находится на 21-й кнопке у всех сотовых и кабельных операторов Архангельской области, а также в цифровом вещании. Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат» 2-й этаж. Торговый центр «Фрэш»